Здравствуйте, дорогие друзья из ДНР. Я не только, собственно говоря, записываю небольшие ролики, посвященные топ-достопримечательностям тех или иных столиц или тех или иных историк-культурных комплексов сопредельных государств, но и, собственно, хотел бы предложить вам топ-мест достопримечательных Акасий, которые, может быть, не столь известны широкому кругу, но они достойны вполне и, с моей точки зрения, неплохо представляют и нашу историю культурного наследия, и нашу культуру. Итак, сегодня у нас на очереди деревня Толчая и ее окрестности. Топ-3 деревни Толчая. Речь идет, дорогие друзья, об Аградском районе республики Хакасия. Собственно, это 68 километров от столицы нашей республики, города Абакан. Чем примечательно у нас деревня Толчая? Спрошу я у вас, и большинству просто не найдется, что ответить, поскольку, может быть, некоторые даже не подозревали, что есть у нас такая деревня. Ну, во-первых, само название напрямую с Хакасского перевести довольно сложно, хотя есть Хакасское название Толчая-сух или Толча-сух. Но, тем не менее, скорее всего, и так или иначе, во всяком случае, я подозреваю, что Толчая уходит своими корнями куда-то в, может быть, самодийское название данного гидронима, данной реки. А речь идет о том, что, понятно, что населенный пункт получил название от реки. Так вот, на третье место я ставлю, собственно говоря, реку Толчая. Почему? Это, пожалуй, одна из самых коротких рек в республике. У нас рек достаточное количество. Ну, собственно, если вы хотите увидеть самую короткую, протяженность всего 14 километров, поезжайте в Баградский район и увидите речку Толчая. Река Самопосе где-то в каких-то моментах напоминает ручеек, но, тем не менее, судя по отвалам и по террасам, некогда это была полноценная река, которая впадает в реку Кокса. Коксу, буквально синяя вода. На второе место позволю себе поставить Бородинскую пещеру. Не очень далеко, там буквально в четырех с небольшим километрах от деревни Толчая есть пещера, которая пользуется огромной популярностью не только у специалистов в области спиреологии, но и, собственно, у самого широкого круга туристов, интересующихся достопримечательностями. Пещера это глубиной 65 метров, протяженностью 1500 метров, ну, то есть довольно-таки прилично. Семь больших залов там есть. То есть располагается эта пещера в пределах южных склонов хребта Тигертес. Собственно, интересна она не только неким сообществам летучих мышей, там, собственно, интересна она и своей эстетикой. Пещера Бородинская одна из наиболее красивых пещер, которая привлекала и будет привлекать самое широкое внимание. Туда довольно много туристов у нас отправляется, каждый туристический сезон. И вот в этом смысле, конечно же, пещера Бородинская достойно занимает второе место. На первое место я поставлю объект, который известен всему научному миру, отчасти, наверное, и уже вам, просто вы их так или иначе не связали с деревней Толчья, напрасно. Находится этот объект всего в километре с небольшим от деревни. Ну, естественно, туда попасть, не проехав по самой деревне Толчья, невозможно. Речь идет, конечно же, о памятнике археологии, исследованном в 1974-1975 годах и в 1978-1979 годах известным археологом Зоей Александровной Абрамовой. Речь идет о гроте Двугласка, ну или еще одно название, грот Глядены. Название это получено благодаря двум окошкам, напоминающим глаза. У небольшого пещерного проема речь идет, дорогие друзья, о пещере, о гроте, в пределах которого были найдены шесть культурных слоев, содержащих и каменные отщепы, нуклеусы, скреблые различные треугольные остроконечники, ну и так далее. Кости разных животных, кулана, лошади, носорога, пещерного льва, или там, собственно, иногда тигра-львом еще его называют, пещерного гиена, северного оленя, ну и так далее, барана-аргали. То есть самые древние слои отложения датируются эпохой Мустье и отстоят от наших дней на примерно 45-40 тысяч лет. Ну и, собственно говоря, наиболее поздний указано то, что пещера активно использовалась и в период, так называемого, мезолита, ну то есть где-то 12-16 тысяч лет назад. Так что вот в этом смысле, конечно же, пещера Двугласка – это крайне интересный объект, достойный всяческого внимания, объект, который можно смело обозначать, как самая известная стоянка неандертальцев у нас в пределах Акассии. Конечно же, следователи могут меня возразить и сказать, что у нас есть памятники более древние или еще какие-то, но на самом деле большего и лучшего по качеству материала, чем по гроту Двугласка, у нас просто на сегодняшний день нет. Период, когда этот грот активно использовался его первыми жителями, связан с так называемым Кординским межледниковьем. Ну то есть одна ледниковая эпоха завершилась, другая еще не началась, и в это время, примерно 45 тысяч лет назад, на территории Акассии был достаточно теплый и сухой климат, что позволило людям неплохо осваивать эту территорию. И вот в этом смысле, конечно же, грамотный экокурсовод сможет вам провести крайне любопытную экскурсию, связанную не только с культурным наследием, но и с реконструкцией древней экологии нашей территории. Так что в этом смысле, конечно же, дорогие друзья, деревня Толчья знаменательна вот самой короткой рекой, протяженностью всего 14 километров рекой Толчья, крайне интересная, красивая, одна из красивейших Акассии, пещеры Бородинской, и самой древней, из известной на территории Сибири, стоянки неодертальцев, пещеры Двуглаской. Двуглаской, ну не самой древней, а может быть, самой, пожалуй, известной и разработанной, так сказать, по части материала. Так что, дорогие друзья, даже самый, казалось бы, отдаленный населенный пункт, мало кому известный, в котором проживает чуть менее 300 человек, на самом деле, может быть интересен всему миру, если чуточку внимательнее осмотреться по сторонам. Ну, на этом я, пожалуй, завершу. Большое вам спасибо. Аннам Жехтар, Амархасх.